Джефф Стрэнд в коробке Не ходил на занятия В общем, Рождество из-за этого обещало быть полным отстоем Даже не так Отстоящим Я не происходил из строгой семьи Мои родители придерживались довольно либерального правила Старайся и все получится Но они прекрасно понимали, что их чада отчислили из государственного колледжа Ни о каком старании не может быть и речи Поэтому вместо того, чтобы провести эти праздничные дни в своей комнате Я сказал маме, что давно не навещал бабулю И сей факт меня очень терзает Поэтому мне бы хотелось провести Рождество с ней Мама даже всплакнула от умиления После того, как я покидал свои вещи в гостевой спальне Которая почему-то всегда пахла овощным супом Мы с бабулей уселись в гостиной, попивая горячий шоколад Раньше ты любил проводить здесь лето Сказала она Помнишь, как упал с пони? Я падал с пони? Тебе было шесть Это был день рождения твоего кузена Джоуи У нас были клоуны и пони Один из клоунов явился пьяным А твой дядя Рекс врезал ему под дых Неужели не помнишь? Я отрицательно помотал головой Не-а, не припоминаю Ты был совсем кроха Так хотел бы кататься на пони Ну, мы взяли и усадили тебя на него А ты просто сидел и хихикал Хихикал, хихикал, не переставая А потом дядя Рекс сдвинул клоуну под дых Хе-хе-хе-хе-хе-хе Пони шарахнулся в сторону И ты упал Я ушибся? О, нет Там все было усыпано опилками С тобой ничего не случилось Я рассмеялся И сделал еще один глоток горячего шоколада В нем плавали зефиринки Бабуля знала, как приготовить по-настоящему Обалденный горячий шоколад А помнишь, как купался в ручье? Эм, смутно Это был очень узкий, мелкий ручей Сейчас он совсем пересох Ты ходил ловить в нем рыбу Хотя никакой рыб там отродясь не водилось И как-то раз проходим мы мимо И видим, как ты, раздевшись до гола Пытаешься в нем плавать И весь ободрался об камни О, как же твой дедушка на тебя орал Упокой Господь его душу Я вроде помнил, что творил в детстве какую-то дичь Но без конкретики Сколько мне тогда было? Думаю Я десять или одиннадцать Десять Потому что это было за неделю до свадьбы в Жесмин Наверное, я тогда был каким-то пришибленным Не говори ерунды Ты был просто ребенком Все дети делают что-то подобное А так ты в основном играл со своими игрушками Они все еще лежат у меня на чердаке Серьезно? Я думал, ты давно их выбросила В детстве у меня было много игрушек Которые даже без фабричной упаковки Агрессивно поюзанные Наверное, все еще стоили каких-то денег Ты хоть раз видел, чтобы твоя бабушка Что-то выбрасывала? Я до сих пор храню первый молочный зуб твоей матери Допивай свой шоколад И пойдем посмотрим Может быть, ты найдешь что-то, что захочешь взять с собой в колледж Чердак был так забит всякой всячиной Что просто удивительно, как бабулин дом до сих пор не рухнул Шатки и груды барахла громоздились буквально до крыши Выражая неприкрытое презрение к понятию пожаробезопасность Но бабуля ловко протиснулась между ними И вернулась с коробкой, на которой было написано «Брайан» Смахнув рукавом рубашки пыль с крышки, она ее открыла Потом заглянула внутрь, и на ее лице тут же заиграла улыбка «Ты помнишь, Шелли? Мою черепаху?» Она достала из коробки черепаху Шелли В детстве это была моя любимая мягкая игрушка Но почему-то я совсем о ней забыл Я взял игрушку у бабули, нисколько не смущаясь того накала радости Который испытывал от воссоединения со старым другом «А как Шелли говорит, помнишь?» — спросила бабуля Я кивнул, поднял черепаху и, качая ее головой, будто это говорила она Произнес низким голосом, растягивая слова «Привет, бабуля!» Брайан спрашивает, можно ли ему овсяное печенье с изюмом Бабуля рассмеялась «Ну, помните, тогда я не купился на этот трюк Но сейчас, кажется, он сработал Схожу, куплю его тебе после ужина» «Бо, да я ж пошутил!» «А я нет!» «Спасибо!» «А помнишь, Уоури?» Я нахмурился «Эм, неа» Но когда она достала из коробки плюшевого моржа Я едва удержался, чтобы не захлопать в ладоши от восторга «О, погоди, конечно! Конечно, я помню! Уоури!» Я взял у нее моржа Уоури был одним из самых популярных обитателей моей воображаемой вселенной Потому что мог открывать своими бивнями консервные банки Ясное дело, в действительности его бивни были просто из белого войлока, набитого ватой И, соответственно, были непригодными для открывания чего бы ни было «Вот это да!» «Здорово!» — сказал я «Просто не могу поверить, что забыл про него» «А-а-а!» «А бузяки?» «Ты помнишь? Бузяки?» Я изо всех сил напряг память, пытаясь хоть приблизительно представить себе игрушку, которую я бы назвал бузяки Но ничего не вспоминалось «Это что, тоже какая-то мягкая игрушка?» «Не-е-е-е! Это не мягкая игрушка! Это бузяки!» Бабуля достала из коробки маленькие садовые грабли, какие обычно используют при посадке цветов «Я дал им граблям?» «Ну, конечно!» — бабуля протянула мне грабли «Ты любил бузяки!» «Что, неужели их не помнишь?» «Ну, когда ты свалился с пони на опилки?» «О-о-о! Ты был так зол!» «Ты схватил бузяки и как шкрябнул им того пони!» «Разодрал ему весь бок до крови!» Бабуля рассмеялась «Никогда не видела такого грустного клоуна!» «Я разодрал бок пони граблями?» «Ну, конечно! Ты упал! Поне нужно было преподать урок!» «Вот глянь! На одном из зубцов все еще остался кусочек его шкуры!» Я быстро повертел в руках грабли, ища на зубцах кусочек пониной шкуры «Ой, да я просто шучу!» «Вы хорошенько отмыли твои бузяки!» «Ты использовал их еще много раз!» «Я что, убил пони граблями?» Спросил я, чувствуя поднимающуюся со дна желудка тошноту «Нет, нет, нет! Тебе было всего шесть! Нельзя убить животин такими маленькими граблями! Даже если это животин и всего-навсего пони! Ты всего-то разодрал ему бок!» «Я правда не помню ничего подобного!» «Ну, а белку? Помнишь, как дедушка подстрелил белку, которая не давала нам спать по ночам? А потом разрешил тебе прикончить ее бузяками!» «О, ты живого мест не оставил на этой бедней грызунь!» «Даже песенку потом сочинил!» «Сейчас, дай-ка, дай-ка вспомню!» Бабуля начала что-то мурлыкать себе под нос «Это тоже шутка, да?» Спросил я «Нет, конечно!» Бабуля поцеловала меня в щеку «Внучок, ну ты чего? Это же была плохая белка!» «Ну, любая белка — это...» Бабуля подняла палец, требуя тишины Она еще несколько секунд помурлыкала под нос А потом ее лицо просияло, и она пропела «Белка, белка, белка, фиг тебе, а не шишки!» «Белка, белка, белка, я вижу на земле твои кишки!» «Я это пел?» Бабуля кивнула «Горланю недель три на всю округу! Ты был таким милашкой!» «Да нет, не может такого быть!» Бабуля снова заглянула в коробку «Хо! Хо! Уверена, что ты точно помнишь!» Она достала из коробки моток веревки с петлей палача на конце «Примечание! Петля палача — специальный узел, предназначенный не задушить повешенного, а сломать ему шею» «Бух ты мой, вся спутилась, как елочная гирлянда!» «Это я тоже не помню» «Да как же так? Хо-хо-хо! Это очень-очень досадно!» «Ты не стал давать этой штуке имя!» «К тому времени тебе исполнилось двенадцать!» «Так что я думаю, ты уже перерос такие вещи!» «Ну, как сейчас помню, был один джентльмен, мужчина с библиями!» «Ему-то я что сделал?» «Смотри! Хе-хе-хе-хе! Видишь, вот тут пятнышки крови!» Она протянула мне веревку и постучала по петле указательным пальцем «Видишь, они выцвели, но если хорошо приглядеться...» «Я ничего не вижу» «Ладно, потом спустимся вниз, раз смотришь на свету, здесь темновато» «Ну, так что с тем мужчиной?» «Он позвонил в дверь, только мы сели обедаться, спагетти и фрикадельки» «Твой дядя пошел посмотреть, кто ты, и ох!» «Он так разозлился, когда этот джентльмен начал тараторить что-то об Иисусе» «Твой дядя вместе с дедушкой повалили его на пол, а ты накинул ему на шею петлю» «Я помню, как ты все кричал, я не могу ее затянуть, я не могу ее затянуть» И мы хохотали до слез, потому что всем известно, что петлю палача не затянешь Потом мы объяснили тебе, как она работает И ты схватился за конец веревки и побежал так быстро, как только мог через всю гостиную И он выскользнул тебя из рук, ты шлепнулся прямо на попку Но ты не заплакал, нет Ты вскочил, схватил веревку и снова побежал И на этот раз шея того джентльмена сломалась Мы были так тобой горды «Почему я ничего этого не помню?» Бабуля пожала плечами «Наверное, из-за тех сеансов гипноза, на которых настоял твоя мать» «Этого не может быть», — сказал я В ушах звенело, и я почувствовал головокружение «Я... я не убийца» «Конечно нет, ну сколько их ты там убил?» Бабуля фыркнула «В основном ты занимал с пытками или калечил уже мертвые тела» «И что еще в этой коробке?» — спросил я «Ручная граната? Динамитная шашка?» «Нет, что-то нет» «Тебя никогда не интересовало то, что нельзя было применить на практике» «Вещь своего отца» «Он всегда говорил, взрывчатка — это для слабаков» «По-моему, меня сейчас сдожнит» «Хочешь, бабушка принесет тебе ножпу» «Нет, не надо, просто поверить не могу, прости, бабуль, но все эти штуки, они меня немного пугают» «Ну и напрасно, это хорошие игрушки» «У меня было что-то еще» «Ну конечно, твою самую любимую я оставил напоследок» «Она потянулась к коробке и достала из нее коробку поменьше и сделанную из металла» «Вот он, набор для развлечений есть в одном» «Без ней вот никуда не ходил» «Смотри, тут даже есть маленькая ручка» «Там и правда была пластиковая ручка, как у коробки для завтраков» «И для чего эта коробка» «Да для всего» «Бабуля вытащила штопор, который был утоплен в стенке коробки, как лезвие перочинного ножа» «Вот, например, штопор» «Как всем известно, лучший инструмент для выколупывания глаз» «Она вытащила короткое лезвие» «А это для более тонких декоративных работ» «Таких, как вырезание посланий на чьей-нибудь плоти» «А вот этот небольшой топорик просто незаменим, когда хочешь отрубить кому-нибудь руку» «У тебя всегда плохо получалось отрезать руки или ноги» «Но отсекать их с одного удара ты наловчился, как никто другой» «И сколько рук я отсек» «Ой, целую гору» «Она выдвинула с другого бока коробки квадратную панель, утыканную маленькими шипами» «А здесь у нас шипы, если кого-то нужно продырявить» «Иногда ты бил им свои жертвы по лицу, а иногда клал им на спину и прыгал на ней» «Один раз положил их нам на диван» «Ты так расстроился, когда никто не сел на них» «Бабуля продолжала выдвигать потайные отделения» «Газовая горелка для запекания кожи до черной хрустящей корочки» «Молоток, чтобы дробить неподатливые кости» «Дисковая пила для тех случаев, когда ты хочешь быстро добраться до мозга, но боишься повредить его, разбивая череп молотком» «Многоразовый шприц с серной кислотой для обеззараживания» «Специальный скребок для медленного сдирания кожи» «И, конечно же, маленькая электродрель для рассверливания зубов» «Ты так любил играть в дантиста» «Я чудовище», — прошептал я «Моё любимое», — заверила меня бабуля «Она передала мне коробку На мгновение мне почудилось, будто она стала частью меня Словно мы с ней слились в единое целое Но потом я моргнул и понял, что это просто обычная металлическая коробка И поставил её на пол «Что-то мне правда нехорошо», — сказал я Бабуля похлопала меня по плечу «Ах ты, мой бедняжка! Вот скажи своей бабуле, только честно» «Разве знание о твоих тёмных нездоровых позывах Не заставило тебя на время забыть про отчисления из колледжа?» «Так как ты об этом узнала?» «Глупенький, бабушки знают всё» «Да, должен был признать, что как бы я ни был потрясён Всеми этими ужасными откровениями» Приятно было на какое-то время забыть о своих школьных проблемах «Почему меня вообще должен волновать этот чёртов колледж, когда на чердаке у моей бабули хранились такие жуткие игрушки?» «Спасибо, бабуль», — сказал я «Я правда ценю это Я рад, что ты меня навестил Можно мне ещё горячего шоколада?» Бабуля обняла меня «Ну, конечно, золотце, конечно» Конец рассказа Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова Текст читал Владимир Князев Аудиоверсия подготовлена специально для паблика экстремального хоррора Ну и Ютуб-канала Ставьте лайки, подписывайтесь Что там ещё делать надо? Колоколец не забудьте жмякнуть Спасибо всем, друзья мои Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok